Приветствую вас! Я сразу хочу сказать, что я не являюсь детским психологом, детская психология и работа с детьми не является сферой моих интересов, поэтому то, что я скажу... Далее, это скорее просто такая информация к размышлению, пожалуй, нежели чем какие-то такие авторитетно-профессиональные рекомендации, которые мог дать и, я надеюсь, даст обязательно вам специалист, который, ну, лучше ориентируется в детской психологии. Проблема здесь, правда, на мой взгляд, не совсем в реберке, но тем не менее. Смотрите. Первое. Ребенок, значит, прогоняет вас и прогоняет бабушку, бабушек. А вы, как мне показалось, болезненно реагируете на то, что он говорит, что вы плоха. Плюс у ребенка, как мне показалось, получается манипулировать бабушек. Вторая проблема, это то, что у него проявляется жестокость. Вы знаете, ну, не сложно обратить внимание, что отсутствует мужчина. То есть вокруг него, вокруг мальчика, только вы и бабушки, фигуры мужского пола нет. Это очень тревожный момент, потому что ребенку нужна мужская фигура. Вероятно, отсутствие заботы, ой, отсутствие не заботы, простите. Отсутствие некоторой жесткости, отсутствие некоторой мышкой фигуры влияет на ребенка вот таким образом. Чрезмерная забота, мягкость для ребенка это выливается в то, что он не чувствует лишних границ, чем у вас проблема. И вы поймите, что ребенок в данном случае использует те слова, например, ты плоха, уходи и так далее. Ну, в общем, договоры могут слышать только от вас. При том, что вы могли именно как бы при нем их никогда не говорить. Но если для вас существует деление на плохой и хорошее, и если вы ребенку это как-то демонстрировали, то ребенок это будет использовать. Что касается, значит, его действий, что он говорит плохая, уходи, а потом, когда вы уходите, говорит мама, вернись. Тут мне думается совершенно какая-то невозможность ребенка оставаться наедине с собой и заниматься самим, ну как бы, заниматься сам себя. То есть вы говорите, что я не могу вечером его ничем занять. Так момент в том, что и не надо. То есть человек должен учиться быть наедине с собой и, как бы, то, что он привязан к вам, вот именно привязан к вам, говорит о том, что, ну, одного вы не оставляете. И это говорит о том, что у вас совершенно есть проблемы с личными, с личными границами, вот. Как вероятно есть такие проблемы и у бабушки, у бабушек и так далее, вот. Поэтому, тут очень важно все-таки ребенка осознать, чтобы он был наедине с собой, чтобы он был более самодостаточным. Вот, если был опыт, был опыт стремления угодить ребенку, вот, он этот опыт обязательно запомнит. Дальше, значит, отсутствие свободы. Я имею ввиду, какой свободы. Свобода что-то сделать спонтарно. Свободы, столкнуться с личной ответственностью за свои действия, ну, с последствиями своих действий. Приводит к нам это, ребенок себя не чувствует. Вот жестокость здесь связана именно с этим, с тем, что он пытается себя почувствовать, пытается почувствовать свои силы. А, значит, то ласка, то агрессия, это, повторюсь, повторюсь, проявление личной личной границы. Это проявление того, что вы с ребенком личных границ, ну, не выстраиваете. К сожалению, они у вас не совсем здоровы. Вы говорите, что ребенок привязан ко мне, так как будто он к вам привязался. На самом деле, вы позволили это сделать. Вот, и если бы не ваша активность, ребенок к вам привязан бы так сильно не был. Дальше. Если это какие-то ваши действия привели и приводят, то, конечно, они так к вам привязаны. Дальше. Вообще, это нормально, когда, ну, как бы, так ходит, да, важно, чтобы она не, на ней не застрял. Вот. Дальше. Мне показалось, что вы, вот именно вы, именно вы склонны к тому, чтобы себя контролировать. Мне показалось, что вы склонны к тому, чтобы пытаться какие-то вещи анализировать. Вот. Мне кажется, что вы любите планирование. Вот. Ну, мне так вот из вашего, из вашего, из вашего текста показалось, что вы любите планирование, что вы практикуете его. Планирование, я имею ввиду, практикуете. Вот. А если это так, то это тоже может быть достаточно негативным, негативным, такой негативным фактором, который может влиять на поведение ребенка. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Я бы рекомендовал книгу Юлии Борисовны и Гиппинрейдера «Общаться с ребенком как», там две. Часть этой книги, то есть одна часть и вторая. Ну, начинать нужно с первой книги. Вот. Нам даются, в общем-то, очень хорошие практические рекомендации. Вот. И повторюсь, помощь нужна в первую очередь вам, потому что ребенок – это ваше отражение. И то, что у ребенка проявляется, это проявляется, это проявляется вы. Вот. Ну, в первую очередь это личные границы чувства вины. Вот. Я так думаю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.